Ну вот насчет того, что надо с ними что-то делать. Смотрите, переговорный процесс пока мы не видим, чтобы он имел большой успех. И чтобы он куда-то двигался. Остается версия войны. Я имею в виду вот здесь. Как раз мы бьем российскую армию достаточно успешно. И военные успехи украинцев очень высокие. Но есть несколько точек зрения. Например, на санкции. На то, что Россию можно придавить санкциями. Вчера я беседовала с академикой Моноземцевым. Он утверждает, что Россия с точки зрения экономической себя чувствует пока что неплохо. Ну да, там понятно, что шизофреники говорят платите нам в рублях за нефть. Да, сокращается, кстати, сами поставки нефти. Потому что отказывается покупать европу у них. Но там на 26% за последнюю неделю сократились. Но при этом он говорит, что неплохо себя чувствует. Другие же эксперты считают, что санкция очень ощутимая. Что экономика российская шатается. Плюс невероятная коррупция. Невероятная коррупция, которая как раз и сделала российскую армию совершенно небоеспособной. Да, я второй с точки зрения придерживаюсь. Но вот вы понимаете как? Как действуют санкции? Чтобы было понятно. Даже такие вот самые жесткие, которые действительно введены, о которых так долго говорить с 2014 года. И тезис о том, что их надо было в 2014 вводить, он абсолютно верен в том его отношении, что, ну конечно, это бы эффективно остановило войну в 2022 году. Как действовать? Вот понимаете, снаряд, попадающий в здание, он разрушает его полностью. А санкции подтачивают медленно. Понимаете? Нет денег на ремонт этого здания. Невозможно, так сказать, занять людей в этом здании. Невозможно. Ну, то есть я вот образ этот привожу. Перестал работать туалет санкции. Конечно, конечно. Приходит в усак закладывать. Понимаете? И так далее. То есть это работает медленнее гораздо. Но это все равно работает. Это фатальная история. Понимаете? Здесь нет возможности как-то подстроиться под санкции. Подстроиться может микроскопическая страна, в которой потребности вполне коррелируются с возможностями. Россия это гигантская. Одна девятая часть суши. 17 и 200 миллионов квадратных километров со 140 миллионным народом. Она не может сидеть как Северная Корея. Понимаете? Это невозможно. Потому что ее инфраструктура такова. И проблемы внутренние таковы, что ей нужно достаточно эффективно торговать нефтью, чтобы пополнять бюджет. Чтобы платить пенсии. Вот представьте, их перестанут платить. Или задерживать. Какие-то товары, промышленные товары другие, они должны присутствовать. Продовольственные. В каком-то обязательном объеме. Лекарства. Все что угодно. Содержать такое количество людей, 140 миллионную страну, эффективно. Очень-очень сложно. Находясь в этой изоляции. А это экономическая война. Это уже не санкции. Перешли в следующую стадию. Да, для эффективности и быстроты нужно увеличить объем этих санкций. Чтобы моментальный был эффект. Ну, то есть, сразу начали задерживать пенсии. А если вы задерживаете пенсию, то что тогда? Или не получаете зарплату? При росте безработицы там разные прогнозы от 6 до 9% только по этому году. Ну, больше, возможно, будет. Падение экономики прогнозируют аккордно до 30%. Понимаете? Ну, я не знаю, если до 30%. И сам тип экономики от госмонополии, госмонопольной экономики рыночного типа, перешли фактически частично к директивной, частично к распределительной экономике. То, что производим, то и потребляем. Понимаете? Да, пока еще они медленно подбираются к директивным ценам. То есть, управлять ценами на товары первой необходимости. От хлеба до, значит, не знаю, прокладок. Но это тоже очень недалеко. Потому что по существу ни инфляция не поможет сдерживать этот рост. Регулирование инфляции не сдерживает рост цен. Ни какие-то поступления от продажи энергоресурсов, которые спасали целых четверть века Россию. Четверть века с высокими ценами. Так что я думаю, что нужно отмерять в месяцах. Потом ведь опять что наступит? Это же не закроется страна, да? Они просто будут существовать как Северная Корея и рядом с Южной. То есть, и там, и там корейцы на одном языке. Ничем не отличаются. Но одни в концлагере, другие живут нормальной жизнью. Северная Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok